Восстановить историческую картину событий и деталей Великой Отечественной войны помогают поисковые отряды. Они состоят из добровольцев, которые безвозмездно собирают пазлы исторической памяти в единую картину того времени. Итак, у нас в студии сегодня Анастасия Ладина и Евгения Софина, участники поискового отряда «Воскресенье». Доброе утро. Здравствуйте. Давайте небольшую вводную справку о вашем поисковом отряде «Воскресенье». Наш отряд появился в 2013 году. Тогда состоялась уже первая экспедиция. Правда, состояла она из двух человек, но тем не менее. С 2013 года на базе Марийского государственного университета мы, так сказать, продолжаем свою деятельность. У вас в основном студенты-историки или все-таки студенты разных факультетов? В основном это историки, однако есть и учителя будущие. Вообще разные направления, но в основном, да, историки. Ну, то есть желающие, да? Слово-то все желающие. Куда была первая экспедиция? Ленинградская область. Деревня Гайтлова. Деревня Гайтлова выбрана нами была не случайно. Многие из наших уроженцев республики, уроженцев города призывались и сражались под Ленинградом. Прорывали линию блокады Ленинграда как раз. И именно туда ездим. Кстати, по-моему, Аркадий Крупников тоже сражался там. В Мурманскую область мы выиграли грант на реализацию проекта «Заполярье. География мужества». И по этому проекту мы нашли списки тех, кто призывался туда. Потом проводили работу с родственниками тех, кто остался, кто что-то помнит о них, тех, кто призывался и сражался в Заполярье. И старались найти этих людей там. Получается, что поисковый отряд – это не только экспедиционная деятельность. Это же еще очень много работы такой, кабинетной. То есть найти родственников, восстановить какие-то события, найти тех людей. Вообще у отряда много разной работы. Это не только экспедиции. Это также особое, наверное, место можно выделить для архивной работы. То есть установление личности, помощь родственникам, тем, кто запрашивает информацию о своих, получается, прабабушках, прадедушках, которые воевали. Также это работа с детьми, это музейное дело и многое другое. У вас самих родственники воевали в Великую Отечественную? Да. Открыть их историю. Что вы о них узнали? К сожалению, история моей семьи именно не особо так, получается, насыщена, получается. Мой дедушка и он вернулся с фронта и погиб буквально в первые дни после войны уже. Уже будучи на своей родине? Да, он вернулся, он был демобилизован и как раз погиб на своей малой родине. А какие он прошел бои? До куда дошел? Ну вот, к сожалению, ничего, не особо получается пока что-то узнать, но работаем в этом направлении. А вас? У меня в семье, наверное, мало тоже об этом рассказывали, потому что и сам прадед, он, кстати, вернулся с войны, он прошел всю войну, вот, но в семье он не любил об этом говорить, наверное, поэтому информации об этом мало. Чем может похвастаться поисковый отряд «Воскресенье»? Кого вы уже нашли и вернулись своим родственникам из числа погибших солдат? Совсем недавно проводилась передача медальона в Маркинскую, в Маркинскую среднюю школу. До этого передавали тоже вкладыш медальона, все, что осталось у бойца, тоже, по-моему, в Маркинский район. В общем, в экспедиции 2020 года нами был найден котелок подписной, и как раз в этом, наверное, в начале этого года мы как раз смогли уже передать этот котелок на родину родственникам. То есть порадовался тот факт, особенно, наверное, особую радость принес тот факт, что боец, чей котелок мы нашли, он прошел всю войну, то есть он остался жив, он не погиб в Мурманской области, где мы проводили поисковые работы. Оставил котелок на память, видимо, чтобы он в одном вернулся в семью. Что лежит на столе? Расскажите об этих предметах. Ну вот, наверное, самая такая основная вещь, за которую мы, собственно, выезжаем, это смертный медальон. В данном случае представлен блокадный медальон, он без граней. Что за медальон? Там что-то, вкладывается какая-то информация о бойце или что? Да, данный медальон выдается каждому солдату, он был у каждого солдата, внутри было два вкладыша, которые необходимо было заполнить. То есть на случай смерти, чтобы о нем была информация. Один вкладыш забирает похоронная служба, а другой остается при бойце, чтобы потом можно было установить имя этого солдата. Однако не все заполняли данный медальон, потому что была плохая примета. То есть если человек заполнит этот вкладыш, то он уже в любом случае не вернется с поля боя. Вот, и поэтому в основном очень часто бывают такие случаи, когда медальон либо пустой, либо его используют в другом значении, либо он не сохраняется. Можно для иголок использовать, да? Да, да, можно. А можно его открыть, посмотреть? Можно. И вот там какой-то вкладыш соответственно, да? Ну, там часть бумаги как раз осталась, то, что прилип. То есть этот медальон, в принципе, не мог ни под дождем, ни какие-то температуры на нагрузке не испытывает. И поэтому сохраняется в земле. Вы же в земле их находите? То есть он может долго пролежать в земле? Да, в земле. Данный был найден в болоте. Ну, все, да, опять же, зависит от погодных условий. Получается более 70 лет нахождения в земле, в болоте, где-либо. Так или иначе, но разные факторы влияют и на сохранность данных вещей. И все от этого зависит. Сможем ли мы найти что-то и прочитать вкладыш? А вот остальные предметы где нашли? Это спичечница. Я вот поставила сюда коробок. Чтобы было понятно принцип действия. Спичница. То есть, да, давайте высунем коробок и покажем на камеру. Это металлическая такая... Нет, коробок обычный. Коробок обычный, да. То есть металлическая скоба, в которую вдевается коробок, и коробок не мокнет, получается, да? Это не уставная вещь. Это вещь, которую солдат придумал, очевидно, сам. Для того, чтобы спички, во-первых, не мялись. И коробок не мог со всех сторон. То есть вот эта часть остается, и поэтому их использовать на значение было очень легко. Слушайте, как удобно и вообще. Какая сметка, да, у солдат? А что написано там, выцарапано, точнее, на этой спичнице? Здесь инициалы ДКА. Между каждой буквой располагается точка. То есть, очевидно, солдат себя как-то обозначил здесь. И надпись «Память». Вот, а на другой стороне здесь, безображен кораблик. Вот мы такой в Мурманске нашли. Очевидно, боец его просто потерял. Пока не знаю, кто такой ДКА. Ложка вот эта, она стандартная для всех бойцов была? Вот именно такая была фронтовая ложка? Да, обычно были алюминиевые ложки такого плана. Но часто еще можно найти ложка, вилка. Мы тоже не просто так взяли, потому что такие предметы, они были обычно у всех. Поэтому солдаты часто их подписывали. У нас вот однажды была находка, здесь было написано «Леня». Это как раз первая находка в 2014 году в Гайтеллоу. Тогда ребята первый раз поехали, студенты много. И таких ложек вот много. И они, в принципе, могут действовать, точнее, нести себе такую же информацию, которая помогла бы нам установить имя бойца, как вот, например, в медальоне, если бы он был заполнен, и хорошо заполнен, и хорошо читаем. То есть на ложке тоже оставляли свои какие-то инициалы, или, может быть, фамилии, имя, отчество? Да, в принципе. Как традиционно вы проводите свое 9 мая? 9 мая мы обычно бываем в экспедиции, ну, либо по дороге в Ишкар-Алу, обратно на родину Малу. И в этом году тоже? В этом году тоже, да. Планируете? Спасибо большое, что пришли к нам сегодня. И большое спасибо вам, что занимаетесь этим хорошим, благородным делом.